Живописный берег реки Кубани, треск костра и песни под гитару. В минувшие выходные на поляне хутора Прикубанского состоялся 21-й фестиваль бардовской песни «Возьми гитару» в памяти Николая Дуварова и Валентина Ушканова. В дружескую атмосферу фестиваля окунулись Тина Копачевская и Георгий Калинин. 21-й фестиваль бардовской песни «Возьми гитару» был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и родоначальником фестиваля клубу К-95, которому в этом году исполнилось 20 лет. Организаторами фестиваля, как всегда, были Управление по делам молодежи Славинского района, Молодежный комплексный центр «Континент» и клуб К-95. На целых три дня берег реки Кубани в хуторе Прикубанском превратился в одну большую сценическую площадку. К условленному месту проведения фестиваля барды приехали за день до открытия, чтобы гитару настроить, с любителями авторской песни посидеть у костра, да и вообще пожить на природе вдали от городской суеты. В этом году оценивали не только мастерство в исполнении бардовской песни, но и способности в ловле рыбы. Во второй день фестиваля ранним утром стартовали соревнования по рыбалке. С удочками и наживкой участники прошли жеребьевку, после чего расположились по секторам. По условиям конкурса в реку можно было опустить только одну удочку и один крючок. На улов рыбы участникам дали два часа. Один из участников, Иван Мищенко, считает себя заядлым рыбаком. В свободное от забот время он всегда старается провести на берегу реки с удочкой. Узнав про конкурс, не задумываясь, решил поучаствовать. Ведь в нем можно было не только получить удовольствие от любимого дела, но и с другими такими же любителями рыбалки посостязаться. Но ему в этот день не удалось поймать удачу на крючок. Время позднее было. Рано утром, может быть, и поклевки были бы почаще, но была одна поклевка и сорвалась одна хорошая. Ну, где-то карась была, как говорили. Ну, сорвался. А пока рыбаки подсчитывали, у кого больше улов, жизнь бардовского городка кипела. Со сцены доносились лиричные звуки гитары. В течение дня там проходило прослушивание участников конкурсов, мастер-класс и минута поэзии. Показать весь свой творческий потенциал можно было в любое время. На сцену к микрофону выходили все желающие с раннего утра до позднего вечера. В этом фестивале не существует возрастных ограничений. Это лишний раз подтверждают Алена Лакиза и Виктория Циёва – девушки из целинного сельского поселения. В фестивале бардовской песни они участвуют впервые. Очень хорошо, очень красиво. Тут много новых друзей увидели, просто узнали друг друга. Но мне, допустим, нравится атмосфера того, что гитаристы здесь много разных и начинающих бардов, и то есть бывалых людей. И вот КАС-95, то, что клуб, и от них гитаристы поют такие душевные песни. И вообще вот эта атмосфера, она просто волшебная. В этом году на поляне хутора Прикубанского можно было встретить много молодых исполнителей бардовской песни. Виолетта Беляева вместе с её друзьями участвует в фестивале не первый год. Но каждый раз атмосфера, царящая на поляне, заряжает их позитивными эмоциями. Группа у нас создалась именно здесь, вот именно в сегодняшний день. Собрались гитаристы, как кто-то играет давно, кто-то только начал. Друг друга поддерживаем и вот решили исполнить песенку. Шумный вокзал, кто встречает друзей, кто прощается. Мы расстаёмся, но после опять возвращаемся. Чтоб снова встать в Орлярский круг И снова знать, что рядом друг И песни петь, чтоб больше не было разлук. Чтоб снова встать в Орлярский круг И снова знать, что рядом друг И песни петь, чтоб больше не было разлук. Традиционно на фестивале бардовской песни проводился смотр бивуаков. Оценивались наиболее яркие из них, Отражающие творчество, тёплую и дружескую обстановку. В этот день на поляну хутора Прикубанского Приехал глава Славинского района Роман Сенеговский. Он осмотрел несколько бивуаков, Пообщался с участниками фестиваля. В этом году здесь жюри оценивало не только исполнение И манеру игры на гитаре, Но и то, как барды показывают себя в спортивных соревнованиях. При поддержке управления по физической культуре и спорта Был организован конкурс по перетягиванию каната. В конце дня спорта-киада подошла к концу. Участники фестиваля настроили свои гитары, Импровизированный зрительный зал заполнили гостей фестиваля. Все те, кто неравнодушен к бардовским песням. Вечером там состоялся галоконцерт. Поприветствовал участников фестиваля и всех гостей Роман Сенеговский. Мне приятно, что в Славянском районе действительно есть традиции, Которые поддерживаются, приумножаются. И я рад, что вы здесь сегодня все присутствуете. Сегодняшний праздник, 21 фестиваль, Посвящен у нас 70-летию Великой Победы. Это дань памяти тем воинам, которые погибли в Великую Отечественную войну. И дань уважения нашим ветеранам. Я хочу сказать большое спасибо организаторам сегодняшнего праздника, Потому что любой праздник, он просто так не бывает. Его надо организовывать, его надо делать, чтобы он получился. Расплескалась синева, не слышу аплодисментов, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась. По словам начальника управления по делам молодежи Олега Смольникова, Каждый раз в фестиваль вносятся коррективы. Но главные традиции, конечно же, остаются. Каждый год фестиваль по-другому проводится. Как-то видоизменяется, какая-то атмосфера каждый раз своя. Но объединяет все, конечно же, любовь к песне, Любовь к стихам, любовь к гитаре и, конечно же, к природе. Славянский район замечательный. Хоть у нас нет гор, у нас замечательные уголки, природа, прекрасные люди, которые любят такие вот фестивали, которые любят общаться. Замечательно. Фестиваль был задуман не как строгий конкурс, где требовательное жюри должно отбирать лучших бардов, а как повод для того, чтобы собраться всем, кто неравнодушен к песням под гитару на свежем воздухе. Но конкурс есть конкурс, и определить лучших все-таки пришлось. Лучшим автором бардовской песни была признана Екатерина Дедык, из станицы Анастасиевской. Среди бардов-исполнителей победила Полина Сабаева из города Екатеринбурга. Самую крупную рыбу в конкурсе рыбалки поймала команда Маевского сельского поселения. В соревновании по подтягиванию на перекладине лучший результат показал Дмитрий Косьман, подтянувшись 22 раза. В кубок победителя в перетягивании каната завоевала команда Петровского сельского поселения. А в смотре биваков победу присудили команде Целинова сельского поселения. После голоконцерта и награждения победителей зрители разошлись по домам. А у бардов вечер продолжился с песнями у костра. Теперь участники с нетерпением ждут следующего лета, чтобы отправиться на 22-й фестиваль бардовской песни. Ведь здесь они в гармонии с природой, а душа хочет петь. Нотки тепла от этого фестиваля останутся в душе каждого. А романтика бардовского городка в течение всего года будут греть душу и напоминать о вечерних посиделках у костра. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова